Продолжение. Папа, соответственно, ребёнка, богатый, ну, по меркам этой, скажем так, этого города богатый человек, не хочет слышать ничего. И сматывается, куда бы вы думали, в Москву. Бабушка, соответственно, это самое, тоже никак не может помочь внуку. И вот так вот, и она вообще остаётся, Ксюша вот тут остаётся вообще на улице, потому что ещё соседи отжали бабушкин дом. Я не знаю, как они имели какие-то такие полномочия, или не имели полномочия, потому что всё-таки за Ксюшиной вся какая-то доля закреплена будет. И... И стыденький. Но, тем не менее, вот она остаёт уже в переходе с протянутой рукой. И ей люди подают родобойные милостыни. Ну, там, соответственно, и рэкет тоже отжимает. Ночует в каком-то под мостом, в общем, ночует с ребёнком. А это зима на улице. Зима на улице с ребёнком. Не знаю, за что она ребёнка кормила. Даже понятия не представляю, на какие она финансы жила. Пока у неё была стипендия, бабушкина пенсия, плюс пенсия по потере кормится. И вот, что удивительно, что вот в деревне даже соседи на её горе не откликнулись. Даже соседи на её горе не откликнулись. Соседи, ладно, соседи дома жали. Не соседи, а, имею в виду, деревенские жители. Потому что их дофига велика. То есть никто не откликнулся. Она пересидела ночь на кладбище и поехала в город бомжевать. Бабка. Лето. Как я понимаю, летом вот такие вот бабки. Ну, знаешь, там молодая у неё бабка просто там онкология заболела. Да и сама-то, Ксюш, тоже рукастая. Я же так понимаю, что там уже несколько лет прошло. Ещё же как-то там лето прошло. Нам его не показали по факту. Потому что там показывается, что два года прошло. Соответственно, где вот эти заготовки? Вот сейчас лето идёт, вот обыкновенная деревня, лето. Вот парник с этим самым. Дальше там огород с грядками. Где вот это всё? Бураки, морковка, огурцы засаденные. то есть вообще банки с вареньем. Ну, то есть как-то она конкретно осталась продинамлена. Без еды, без всего. Вообще там, как она на последний день купила пирожок, спрашивается, на какие она деньги купила этот пирожок, где она взяла эти деньги. ой, это вообще, да, и, ну, вот я тоже думаю, вот случись вот с кем-то из моих знакомых в той ситуации, помогла бы я или нет? и как бы я помогла? Я-то человек бедный, но навряд ли бы я жила в общежитии, потому что мне характер не позволяет. Да, я бы, я бы помогла. Я бы, да, я бы помогла, я бы отвезла к себе домой. Ну, а там уже вопрос дело пятое. Да, я так понимаю, что я в этом фильме сама из деревни, да, я бы отвезла к себе домой, я бы помогла. Потому что ситуация охала, и я бы, я бы помогла. А там помощи даже не было никакой, даже открыть дверь. А хотя, да, про огурцы соленую вспомнила, да, она ж ела огурцы-то. Да, после смерти бабушки ж на огурцы соленую ела, ела, да. Да, 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 так что закатки все-таки были. Ну, ладно, ребята, давайте потом дофилософствуем. по-нушему, да, Продолжение следует...